Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня одна из подписчиц прислала мне в инстаграм видео, видеозапись. Это просто ужас, это шок натуральный. А значит, также вы можете прислать новость, любую, какую-то заметку. Будда Гришна, нижняя подчеркивая, единичка на латинице, на русском Будда Гришна, три российских влага. Мой инстаграм, подписывайтесь, присылайте ваши новости, заметки какие-то, обязательно попадут в эфир. Друзья, когда имеешь ребенка примерно такого возраста, это просто ужас. Это издевательство в Кипельский детдом, предположительно говорю, потому что сейчас идет проверка. Пишут, в Зауралье детдом проверяют после видео с издевательствами над детьми. Накануне в соцсетях появилось видео издевательств над маленькими детьми в детдоме в Зауралье. Значит, автор поста в паблике инцидент Курган, Снежана Тельманова, утверждает, что кадры сняты в Кипельском детском доме, который находится в поселке Юргамыш Курганской области. На одном видео подростки в комнате дразнят маленького ребенка мандарином, дают пощечины, толкают. На втором в ребенка дышат сигаретным дымом, точнее курить-то будешь, алкоголь до курения вредит здоровью. Друзья, это произвело на меня сильнейшее впечатление, скажу вам абсолютно откровенно. Потому что, когда стоит ребенок, он то стоит, то падает. И вот эти подростки, они ему не только дают пощечины, они еще наносят удары, ему легкие удары в область паха. И задают вопрос, ну что, яйца-то как-то затекли, что ли? Они спрашивают, вот, яйца затекли. Ребенок тянет руки, друзья, к мандаринке. Вы знаете, я считаю, что детей без родителей в детдомах вообще быть не должно, в принципе. Такого в принципе быть не должно. Потому что, ну, вы знаете, когда ребенок родился, и вот случилась какая-то трагедия с родителями, не знаю. Есть все равно родственники, бабушки, дедушки, но здесь можно еще представить что-то. Но когда отказываются, когда бросают, когда относятся как вот, я не знаю, как будто это просто игрушка какая-то. Это абсолютно недопустимо, это издевательство, это просто ужасно. Понимаете, это уже, это звери, даже вот я сейчас скажу звери, напишут опять, зверей обижаете. А как еще назвать, понимаете? Нелюди, ну так что ли назвать только. У нас, вот я что хочу сказать, я сейчас посмотрел, маленький ребенок, сколько там, ну, предположительно, я так могу сказать визуально, ну, два года, два с половиной примерно, так вот. Может быть, около трех, два с половиной, я думаю. И вот эти детки, которые, они и так лишены того, чтобы рядом была мама и был папа, да? Они и так лишены возможности чувствовать, что вот есть дом, что есть какой-то праздник именно в семейном кругу, что их любят, их защищают, оберегают, дарят подарки. Ну, то есть, то обычное, как бы, с моей точки зрения, пребывание детей в собственной семье, да, так скажем, воспитание в собственной семье. Они и так этого всего лишены. И когда он тянет ручки свои маленькие к мандаринке, которую он, я думаю, получает не так часто, ему наносят, пусть легкие, но это удары, в пах. Там, двух с полнолетним ребенку, знаете, там, и легких хватит. Пощечину и в пах, и он падает, и они смеются за кадром. Сейчас вроде говорят, что они не хотели, он, так сказать, там, этот подросток на хорошем счету, дети к нему тянулись, там, и так далее. И вот это вот такая вот шалка, какая шалость, какая шалость. Я против того, чтобы вот подростков таких, там, 16 лет, 15, 16, наказывать уголовным сроком. Потому, почему? Потому, что они озлобляются, они выходят вообще просто, потеряны для общества. Я считаю, что нужно отправлять, вот, девчонки фотографируются на фоне церквей, храмов, там, монастырей, даже уже до мечети дошло дело. Дают уголовную статью. Нужно отправлять, как мне кажется, послушницей в монастырь лет на пять, ну, на три года. Она, видя самоотверженный труд, послушница, общаясь с ними, таким образом, я думаю, что, вот, возможно, какое-то исправление, какое-то переосмысление, да, того, что она делает. Того, что такое, так сказать, церковь, храм для людей, для огромного количества. Я не говорю церковь в плане РПЦ, я говорю именно сам храм, да, вот, здание. То же самое здесь. Вот, нужно отправлять, я даже не знаю, в данном случае куда, потому что он и так находится уже в детском доме. Но вы понимаете, проблема-то в чем? Совсем недавно все узнали о том, какие пытки есть во ФСИН. Наверняка вы все это видели, смотрели. Вот сейчас я смотрю, но это не пытки, но это, это же тоже такие, мини-пытки такие, издевательства над детьми в детском доме. А что происходит в закрытых учреждениях, в психонерологических интернатах? Это же ужас вообще. Это же просто ужас. Там бесправные люди абсолютно, судьба которых зависит от, собственно говоря, степени адекватности врачей, там, главврача лечебного учреждения и так далее. Это люди, которые не имеют возможности вообще никуда пожаловаться. Они не имеют возможности вообще ни с кем встретиться, никуда выйти, ничего сказать. С ними можно делать что угодно абсолютно. И понимаете, мы то смотрим, как это делает, я имею в виду, вот эти издеваются сиделки, то мы смотрим на воспитателей молодых девчонок, которые издеваются, то на подростков. Но это же мы в целом, общество. Нужно же говорить не так, что вот это он, вот это она. Они в разных возрастных групп, но они издеваются в разных учреждениях, но они издеваются над другими людьми, которые от них зависимы. Сюда же можно и девушек, женщин, над которыми фактически издеваются, например, начальники и так далее. То есть все уязвимые люди находятся те, кто хочет над ними поиздеваться. Вот мы многие смотрим и говорим, там за границей и в тюрьме лучше кормят, чем у нас пенсионеры питаются. Там в тюрьме за границей, где-нибудь там в Норвегии, в Дании, в Швеции лучшее условие, чем у нас многие живут в аварийном жилье. Но почему? Но почему там? Я думаю, что там тоже есть что-то. Но почему там? А знаете почему? У нас с детства ребенок растет, он видит. Папа что говорит с мамой? А, закон есть. Ладно, ничего страшного не будет. Превысил, сейчас на месте решим вопрос. Ребенок смотрит, он привыкает, что, собственно говоря, если очень хочется, то можно. И в этих учреждениях приходят подростки. Сейчас, когда идет всеобщее одебиливание этими песнями, это вообще же ужас, что творится. Как можно ребенок двух с половиной летний, двухлетний тянется за мандаринкой, пощечину, в пах он падает. Друзья, это что такое вообще? Это вся страна должна отреагировать. Вся страна должна отреагировать. У нас самое страшное, люди, я смотрю, комментарии пишут, что такое происходит, это самое легкое. Что такое, пытаются оправдывать, что это вот шаловливая игра и так далее. Это как-то понять вообще, не мы понимаем. Самое страшное, что нас относится, что это сродни норме какой-то. Кто-то пишет по сравнению с тем, что происходит там-то, там-то, это вообще цветочки. Ну как это может быть? Какие прорывы? О каких прорывах? Какие-то полеты в космос устраиваются с какими-то съемками. Самое главное, это же наше будущее, наше завтра, наше сегодня, эти дети. Понимаете? Нужно защитить детей. И вот тогда вот прислали видео. Сейчас уполномоченный едет туда, там тот-то едет туда. Сейчас это следственная проверка и так далее. Слушайте, как правило, директора этих учреждений все связаны с соцзащитой, со всем там. Все со всеми связаны. Ну смотреть просто, я не знаю, смотрели вы или нет, но там ничего такого нет особо. Но смотреть просто, когда ты родитель, на ребенка понимаешь, что у него нет родителей, и его некого защитить. Вот они так и растут. Потом вырастают и тут работать кое-куда. А потом публикуют видеоархивы с пытками. Из различных учреждений. Это ужасно. Это ужасно. Это должны показывать не Скобееву там и Малахова, а с утра до ночи показывать вот это именно. И убрать всех этих исполнителей, поющие трусы. Три аккорда и пять матов. Хотел прочитать, даже читать не буду. Так все понятно. Пишите, друзья, пожалуйста, ваши комментарии. Кто-то видел, может быть, или нет. Значит, Кипельский детдом. Предположительно. Издевательство в детдоме за Уралией называется. 45ру. Курган. С вами был Будда Гришна, друзья. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Канал Будда Гришна Live. Вместе мы с силой. Считаюсь, только таким путем можем добиться чего-то или обратить внимание на какую-то проблему. Будда Гришна, нижняя почерка, ядничка. Значит, соответственно, Инстаграм. И на русском Будда Гришна. Три российских флага. Присылайте ваши новости. Подписывайтесь. Все пока. До встречи.